Так, друзья, очередной отчёт. Каждый день я их получаю, большинство из них прибавляет мне сил уверенности, а в стране всё больше садов. Очередной отчёт перед вами. Поехали. Это Казань, это Колесников Антон. Валерий Константинович, добрый день. Я что-то с вами не посоветовался, да? Ссылку там скинул на свой новый телеграм-канал. Я вот завёл в телеграме канал, где буду разную интересную информацию выкладывать. Ну, что я выращиваю, что я вижу, природа там. В общем, что захочу, короче говоря. В том числе и про ваши саженцы, сеянцы. Я надеюсь, что вы не против уж. Как-то я говорю, я вас не спросил сначала. Сначала выложил, вот, буквально три минуты назад. Потом думаю, блин, надо же было у вас спросить сначала разрешение. Ну, я думаю, что вы только за. Потому что мы одно дело делаем. Нам надо сады возрождать. Пусть грецко-ореховые сады тут на Вологе, да? Абрикосовые, персиковые. Кстати, ваши персики и абрикосы вообще прям вот не заметили этих заморозков нисколечко. Я там на том канале тоже выложил фотографию и небольшой обзор, так скажем, этих сеянцев маньчжурских. Ну, я их посадил в ведро в прошлом году. Так уж у меня... Ну, мне интересно тоже экспериментировать. В основном я все практически там на 95 процентов высаживаю сразу в открытый грунт. Но потом же из открытого грунта их все равно надо рассаживать. А эти части вот несколько там, штук 20, может, сколько-то косточек у меня было. По-моему, которые вот вы присылали Андрею тогда на лечение. Я ему практически все отправил. Несколько штук себе оставил для подвоев. Посадил в это ведро. А может, даже это и из другого заказа. Я уж точно не помню. Ну, не важно. Короче, это косточки ваших априкосов. Вот. Ну, в общем, вот так вот. У меня такая просьба уж. Я думаю, вы не будете ругаться сильно на меня. Наоборот, наверное, похвалитесь то, что я сделал этот канал и выложил ссылку на него на вашем канале уже в WhatsApp. Выпустили. Так и стоят. Ничего, и листочки не померзли нисколечко. Это персики, это которые Юлия Сергеевна мне присылала. То, что ее саженцы, вот эти сеянцы. Да я вчера полем шел. Там кругом клёны померзшие. Прям вот листья черные на них. Ну, много чего, короче говоря, померзшего. Даже вот таких вот деревьев, которые наши, адаптированные для нас, они померзли. А эти удивительные вообще стоят. Им все равно. Ну, это не удивительно для вас, а для меня удивительно. У меня, кстати, несколько сортов образцов грецкого ореха зацвели. Я их в прошлом году только посадил. Они вот сантиметров 20, наверное, высотой, да, выросли в прошлом году. И нынче в апреле уже. Вообще же у нас тут жара была, 25 градусов было. Они тоже еще сантиметров 20 дали. И на некоторых прям цветочки. Я вообще удивился так. То есть, год назад они были еще орехами, а сейчас уже цветут. Ну, вот я их в домик занес, что-то в теплицу. Ну, у меня тепличка такая уж старенькая, плохенькая. А грилом покрыта не этим, не поликарбонатом. Ну, тоже вот тогда, когда было совсем холодно. Снег, когда лежал, я там свечки жалко. Короче говоря, по-всякому это пытался спасти. Ну, они отрастут, конечно, которые замерзли даже. Я думаю, что ничего им не будет. Ну, просто жалко уж, они настолько выросли. А тут вот еще цветущих у меня. Я насчитал где-то, ну, у меня их может быть, может, 100 саженцев, может, 200, да больше, наверное, даже. Вот я насчитал из тех, что не замерзли, из тех, что спас, у меня их, наверное, штук, может быть, меньше 50 даже, потому что все перетащить невозможно, что-то в открытом грунте растет. Уже ничего с этим не сделаешь. И из них, короче говоря, вот из этих там 50 штук, у меня 5 штук с цветом. Так, друзья, теперь переходим к видео. Валерий Константинович, добрый день. Вот абрикусики ваши, из ваших семян, косточек, присланных вами. Выращены, пропалывать уже пора. А на это я потом сделаю. Такие красавцы, стройными рядами стоят. Немного какие. Довольно много взошло. Ну, я тут не живу, то есть приезжаю на выходные, поэтому поливать тоже постоянно не удается. И все равно они вам какие-то. Брецкий, Павловния, вот еще абрикусики. И тем не менее, даже без такого постоянного полива, они вот так успешно проросли. Ага. А вот у нас персик. Бродского вылез. А вот еще один персик. Красавец. В общем, спасибо вам большое за качественные семена. Ну, и здоровья вам желаю, Мария Константиновича. С праздником. Ой, так и хочется сказать, не дождетесь. Дело в том, что сейчас еще и еще и еще такие будут фильмы. Они нужны. Вот это Казань. А то вот у нас Татартане, у нас Мордовия, у нас Башкерия, у нас Северный Урагон. Ой, что вы, какие там абрикосы. Вот. Обожглись-то на чем? Ну, откуда, кроме как моего сада, можно взять косточки, которые дадут плоды лучше, крупнее, слаще, чем с материнского дерева? Ну, такое может быть, а? А вот может быть. Уже наука в лице, это самое, директора института Лаулина доказала, сделали сенсацию из моих, этих самых, урожая из моих сенсов. Правда, забыли сказать, чьи они. Ну, так бывает. Случайно забыли. А так-то все нормально. То есть, даже о дикарях уже речи нет. Вот. Уже, наверное, от грязи я уже очистился. Сотни примеров, когда вместо дикарей вырастают культурные. Вот. И будем продолжать, только учите, что мне какая-то, мне приходится платить за монтаж этих фильмов. Немного нет. 200-250 рублей. Вот. Потому что это пока еще только как бы черновичок. А еще нужна музыка, титры, все это самое, как витрина, что ли. Вот. 50 рублей, и мы в расчете. Потому что я... Это уже хотя бы за то, чтобы убедить вас в том, что вы не выбросьте деньги. И второй вариант. Не, не присылайте ни рубля. Вот. Просто купите кости. Я специально на этом настаиваю. Вот. Это и будет ваш вклад в общее дело. И сад вырастите, и чудеса испытаете. И никаких подарков Железова. Это подарок себе. Косточки, косточки, косточки. Вот это вот. Наверное, сейчас я вам покажу. Мой. Вот здесь вот у меня есть сайт. Вот он, этот сайт. А, внимание, супер скидки. Объявление от садовода Железова. Только для гостей сайта. Ну, ладно. Время черенков прошло. Бог с ним. Пальчеренки пока забыли. Я их уже половину... Вторая половина занимает холодильник. Я их уже выброшу завтра. Вот. Но никто не ходит. Мало очень желающих прививать. Ну, хорошо. Будем выращивать из косточек. Тем более доказательства того, что результаты великолепные. Вот они доказательства. Пожалуйста. Кто скажет, что я купил хоть один саженец на рынке? Сергей. Вот. Морду получит, если такое скажет. Кто скажет, что я это... Накупил вот этих магазинных косточек и вам ими торгую. У меня даже черешни, клянусь богом, сибирские. Вот. Сибирские, а не эти самые. Не из покупных. Так, прошу прощения. Заканчиваем. Там кто-то дверь стучит. Всё. Кино закончилось. Благодарю. Заканчиваем. Заканчиваем. Приятного аппетита.